пользуясь случаем кто захочет интересные действительно получилось как неудобно рекламу делать короче кто захочет начать с нуля как александр юрьевич советует с нуля и на постоянном месте вот значит обращайтесь еще и железову потому что моя коллекция как раз для самых северных регионов предназначена и последнее еще я все привык глобально так значит когда я это самое мне пришлось учить дважды у меня были на практике студентки очень умная грамотная талантливая в своем роде и обе далеко пошли на практике на производстве каким-то чудом уговорили преподаватели а до этого когда я садил сад на заводе он и сейчас жив а там каждый год за 40 и он и сейчас жив этот сад мне давали помощь тех знаете как отдел кадров а дело шло о том что как так завод который должен уничтожить как красавярске все вокруг все эти или в братске все тайгу уничтожить и прямо на заводе растут мои груши яблони и так далее вот это была такая акция что мне давали помощь вот найдут прямо вот человек работает неважно там табельщица крановщица а у нее высшее образование или среднее техническое и написано агроном от тел кадра за все давали их помощь я ну все сейчас сада это было серьезное дело и что вы думаете никто из них ничего вообще не понимал александр юрьевич вы представляете собой гигантские механизмы которые работают холосту я имею ввиду именно обучение университета институты то что сейчас по дуре называют колледжами все получают дипломы значит биолога агронома или эколога вот почему не учат деревья выращивать как эту историю повернуть когда-то ну чё то что я 20 лет кричу в этом нет я не про вас я вы представляете гигантский механизм он работает холостую выходят студенты ничего не умеют я и вы начинаю учить начиная с прививки ну все я в общем вы выложил все но спасибо валерий постантинович дорогие коллеги давайте вопрос александр юрьевич у меня вопросов море значит вот первое я немножечко значит узнал о том что а вот по отношению на карликовом подвое значит ну во первых не все карликовые подвои дают плоды это первое не не а нам не нужны плоды это стоп стоп вы сказали семечкой сажать не для создания карликова сейчас дальше значит тимур маратов ты помнишь мы по словам но сахара евгений захар чесарев приглашали доктора нашу который занимается карликовыми подвоями он сделал анализ защиты плодоношение яблонь различных сортов на различных подвоях и результат на одних и тех же подвоях но разные сорта от нуля практически до определенного так сказать макс не будем говорить а некоторые вообще так сказать попадает то есть карликовые подвои на сегодняшний день еще это процесс науки это не процесс и если мы видим грамотную картинку с фотографией значит где яблонь и там так сказать подвешены к шпалерам там все прочее то это ясное дело это результат деятельности института он четко знает на каком подводе подводят стопроцентно он знает что он прибивает и он несет ответственность за эти саженцы которые за тот урожай который так за выращивается на этом подводе с другой стороны за последние три года не один сорт не дал урожая из дерева больше 300 грамм а там получается меньше 300 грамм получается по методике не надо учитывать урожая считается мизерным расстояние до того места от нас мы где-то километров около 9 50 80 санток саженцев и результат извините меня не 70 килограмм и даже не 40 даже не 30 а всего только 300 400 многих садоводов проблема какая абсолютно не хватает времени и поэтому желательно чтобы у него была форма потребует от него минимум усилий а даст максимум нужно ли готовить почву как-то под посев косточек абсолютно никак единственное что вариант чем вы лучше ее уберете от каких-то многолетних сорняков особенно кроме отпусковых или корневищных тем это будет лучше потому что в последующем если будут такие сорняки они как бы составляют сильную конкуренцию вот этому молодому растению ему сложно расти и левать лучше капельным поливом или вот я вам еще раз говорю я вообще их не поливал вообще не поливал то есть я же ситуация вам объяснил если вы будете поливать то как каждый курик хвалит балла на свое болото да то есть я вам советую поливать моим струидно шуруповым способом на который я тебе охотник патент это для плодовых ягодных и винограда культур это на данный момент самый совершенный способ полива ничего лучшего по биологии на данный момент пока нет представьте допустим дождевание да ну что такое капли растение вас растет 50 лет на месте и вы будете капли воду подавать да там болезни вас сожрут и придется химии убирать потому что биологию и там не справитесь какое испарение корка образуется я прошу прощения у нас осталось буквально несколько секунд я хочу сердечно поблагодарить вас поблагодарить варенья константиновича и до новых встреч я очень очень большое спасибо время заканчивается но дело на что только начинается большое спасибо 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 огромное спасибо очень интересная и и